Всем привет, друзья! Вы в кулинарном шоу. Шоу, где готовят мужчины. И мы начинаем! Я же заяц, я не белка! Жюри вынесла вилля... Ты посмотри! Опа! Слушай, чечевица... Ой, что у нас там? За что не возьмутся наши парни, все приготовят. Настоящие профессионалы. Что будут готовить, расскажет эксперт Наталья Наумова. Приготовить суп, казалось бы, что может быть проще? Но как сегодня с этим справятся парни? Посмотрим. Один Юра приготовит суп с красной фасолью и беконом. Ну, а другому достанется рецепт супа с белой фасолью и курочкой. Да, кстати, супы наши парни давненько не готовили. Пойду обрадую. Мальчики, привет! Привет, привет! Как дела? Нормально. Мы оценили. Да, классно. Слушайте. Классно. Классно, я в горошек, да. Кстати, это тонкий намек, что вы сегодня будете готовить. А я уже догадался. Слово горошек. Слово горошек. И у нас, я вижу, на столе фасоль. В духтовом ничего подобного. У нас есть и горошек. Горошек, фасоль, курочка. Все как ты любишь. И ты. Влада, будем тебя сегодня называть горошинком. Принцесса на горошинке. Принцесса на горошинке. Вот, это мне больше нравится, Мальчик. Итак. Ну, какой цвет выбираем? А вот здесь нет цвета горошка. Так, разве что этот, знаешь, горошек, который, ну, как перец. Больше похоже, да? Почему? Все, я зачитываю. Давай. Суп с фасолью и беконом. Вау. Как раз к тебе к тему. Ну так, посмотрим, что досталось мне. Я должен... Суп с фасолью и курицей. Ну, тоже ничего. Ну что, мальчики, вперед за едой. Фасоль. Так, давай разберемся с фасолью. У меня красная консервированная фасоль. А у меня белая. Так, томаты в собственном соку. 600 граммов. Консервированная кукуруза. О, что-то интересное и новенькое. Фасоль с кукурузой. Это в супе кукуруза? Да. То есть тебя не смущает, да, что у тебя фасоль, судя по всему, с... С горошком? С суп с горошком я ел. А вот с кукурузой суп я никогда не ел. Брокколи, это, по-моему, вот это, да? Да. И курица... Вроде бы большой мальчик, и не знаю, что такое брокколи. Это у нас специалист стал, ты посмотри. Так, бекон мой. Это очевидно. А сколько граммов? 200. Есть тут 200. Да я вот думаю, может быть, здесь чуть больше, чтобы я кусочек... Нет. Слушай, ты не думай, а клади его себе на стол. Супы готовили вообще когда-то? Супы готовили. Да. Юрий, я знаю эту историю. Я слышал. Рассказывай. Рассказывай, давай, зрителям. Рассказывай, какая история. Кулинарная карьера Юры Чернявского началась, как помнится мне, с приготовления супа. Да, только если это важная деталь. Готовил я не в детстве, а в юности. Это был... Отец мой сказал, он там был немножко занят по работе. Не машину жил. Приготовь. Я говорю, а я не умею, папа. Он сказал, а меня не интересует, сынок, что ты не умеешь. Он сказал, делай. Ну, вот так первый суп мой получился. Я не помню, правда, точные ингредиенты. Но это было, по-моему, со свининой. Нет, со свининой, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, это такой какой-то сборный суп. Да нормально он, в общем, был. Если я не ошибаюсь, я где-то первый свой суп приготовил в лет 13. Это, конечно, был будущий супчик. И что за суп был? Я тебе сейчас расскажу. Я точно полностью ингредиенты не помню, но я помню, что это было самое простецкое. Как-то остались мы с сестрой дома, она младше меня. И, в общем, захотели маму удивить. Ну, то есть мама пришла с работы. Слушай, ну съели это все дело. Ты можешь, да, Юр? Нарезали картошку. Я не помню, мясо было или нет. В общем, там была картошка. Картошечный суп был. Там была зелень, причем с огорода. Ну, надеюсь, не с соседского огорода. Не знаю, вкусно это было или нет. Все съели, и мама, наверное, ей было... Загорделась тобой, Юр. Нет, ей, наверное, она не хотела сказать. Не хотела нас обидеть. И, в общем, сказала, что это был великолепный суп. Я не помню, какой он на вкус, но вроде бы опыт у меня, в общем, с 13 лет в этом деле. Ребят, что сейчас делаете? Я нарезаю бекон, а я лук. Ну, сниму пробу. Ну, как всегда. И как? Вдруг... Хормально соли? Хороший, соленоватенький. Испорченный. Юр, я смотрю, у тебя еще осталось, да? Свежательно, конечно. Я со всех должен снять пробу кусочков. С готового блюда. Да. Вообще, по ходу приготовления, раскрою секрет этому молодому человеку, что повара по ходу приготовления в каждый этап должны проверять, снимать пробу. Хорошая методика. Да, подожди, но мы сейчас говорим о готовом блюде или в процессе приготовки? Юра, в процессе готовки нужно снимать... Ну, хорошо, снимай пробу с чеснока. Можно я с курицу лучше сниму? Пробу. С чеснока снимай пробу. О, Юра, я смотрю, ты там с луком разбираешься очень долго. Немного ли лука на один суп? Я думаю, не то чтобы немного, возможно, даже еще и мало. Кстати, будешь его зажаривать? Ух, 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 ух. Эх, хорош лучок. Мне очень сложно представить, если их там сотни луковиц вот таких маленьких, как их вылавливать в принципе. Ничего, я тебе могу показать даже. Я, кстати, до того, как попал в армию, лук вообще в супах не воспринимал. Будь то зажаренный, будь то вареный, пареный. Мама готовила всегда отдельно маленькую кастрюльку, да, если это был там любой суп. Всегда отдельную кастрюльку без лука. Недаром в народе говорят, а наша Галя балована. Армия тебя научила есть. В армии я сам потом жарил эти гренки на луке. Это было вкусно. То есть ты готовил в армии? И не готовил в армии. То есть, знаешь, идешь в караул, а там тебе дают вот дополнительный паек, кусок такой черного хлеба, кусок лука. И лук, и сало. И ты на этом сале с лучком жаришь, и вот эти греночки черные, вкуснота. Ребят, на каком этапе? Пока еще на этапе нарезки. Нарезаю болгарский перец. У меня сейчас бекон уже нарезан. Теперь я занимаюсь настоящей зайчей едой, морковка. Вот теперь мы ее такими тоненькими кусочками. Юра, слушай, повара не очень-то и любят резать морковку. Она же жесткая, неудобная. Да, но видишь, эти повара просто Юра не повар. У этих поваров не фамилия «Заяц», поэтому они не любят. Я не отказываюсь от морковки. Настоящая зайчья еда. Юр Чернявский, я смотрю, ты выбрал самый легкий путь. Натер морковку. Ну, я бы не сказал, что это легкий путь. У меня просто написано так по рецепту. Если бы написано было «нарезать», то я бы нарезал ее так же, как и Юра. Я смотрю, чтобы вам скучно не было нарезать, все натирать. Давайте викторину проведем. Давайте подзаработаем эти завалы. Пока у нас лучок-то режется, пока Юрка-то плакать будет. Мальчики, как вы поняли, тема викторины – фасоль. Бобовые. Я-то думал супы. Первый вопрос. Что из перечисленного относится к бобовым? Кешью, фундук, арахис, миндаль. Арахис. Принято. Юр Заяц. А что такое кешью? Орешки. Кешью. Кешью. Такие изогнутые, очень полезные. Кешью. Ну, на меня так все смотрите. Почему-то мне показалось, что ты сказала кешью, а в переводе с английского – это деньги твои, то есть мои. Да? Ну, если у тебя такие ассоциации. Ну, никак не орешки. А в-третьих, я не белка, я заяц, я не могу знать про эти орешки кешью. Давай ответ. Фундук, 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 миндаль. Хорошо принято. И тарадам. Плюс балл Юрию Чернявскому. Второй вопрос. В какой стране из фасолевой муки пекут сладости? Корея, Япония, Израиль, Испания. Да. Представьте себе сладости. Корея. Япония, Израиль, Испания. А сам вопрос звучит как? Еще раз. Юр. Где сладости пекут? Ладно, я повторю раз в тебе. В какой стране из фасолевой муки пекут сладости? Фасолевая мука, вот, вот. Ты попробуй сначала фасолевую муку, а потом дай ответ. Я не знаю, предположу, что это какая-то азиатская страна, либо Южная Корея, либо Япония. Пусть будет это Южная Корея. Принято. Юр, Заяц, давай свою логику. Ну ладно, тогда Япония. Что-то вы сегодня по Азии все. Ну хорошо. Юр Чернявский, и опять ты победил. Корея. Смотри, опа, ну что, один балл могу тебе уступить, ну смотри, какое у меня будет настроение. Заяц, я смотрю, ты уже не отыграешься, но может последний балл будет тебе. Какой сорт фасоли пахнет грибами? Акито, грибовская, мечта хозяйки, ласточка. Пусть будет Японская Акито, да? Юр, там Азия-Азия с тобой сегодня. Да, скажу грибная пусть и вперед. Юра, Юра. И плюс балл Юрию Чернявскому. Так что ж ты поделаешь, а? Три балла, Юра. Да замолчал бы ты уже был. Юрчик, ну не переживай, пожалуйста. Я вижу, ты уже плачешь сейчас. Юра за меня очень счастлив, поэтому не может скрыть эти слезы радости. Держишь свой там брокколи, что там делаешь? Юр Чернявский, что сейчас делаешь? Разбираем брокколи на соцветия. Ты прям сегодня флорист, да? У меня флористика. А у меня слезы по-прежнему, пока я с этим луком. Я, если честно, думал, сейчас Юрик поплачет, а мне лук не достался. Я не успел прочесть рецепт до конца. Ох, ничего нового. Все по старой схеме. Можно смотреть на три вещи. Как течет вода, горит огонь. И как Юра нарезает лук. Как Юра плачет. И течет огонь. Простите. Течет вода. Слезы. Я бы записал это на видео. Поболчи. Я смотрю, что тут все пошло не по плану именно, наверное, у Юры. Позови экспертом. Мы будем сейчас уточнять кое-какие детали нашего приготовления. Можно уточнить, у кого не по плану? Сейчас узнаешь. Наташ Наумова, приди на помощь. Наташ. Да. Дело вот в чем. У меня увели мой перец, ингредиент. Смотри, красный перец. Написано, мне красный перец, я думаю, у него желтый. Человек, чем ты читаешь? Да, я сжился, но это не прин... Может быть, вот так сделаем? Ах, вот так ты решил. Я решил на твоей ошибке отыграться, но я тут как бы... Это так было подло с твоей стороны. Почему подло? Ты посмотри, как ты нарезал это все дело. Секунду, знаете, что подло? Вызвать меня сюда, вот в эту луковую атмосферу, я сейчас буду рыдать просто. Ребята, давайте теперь к делу. На самом деле Юра схитрил, имеет полное на это право, поэтому еще раз скажу, читайте внимательно. Мальчик. Рецепт. Но самое смешное, он редко его читает, но тут же отыгрался. Юрий Чернявский, ну как же так, слушай, 3 балла получил, а тут на тебе. И на столу бывает право. А я, наверное... Ничего страшного. Я могу только гарантировать одно, если его суп вдруг выиграет, то чай-то будет заслуга? Конечно, моего перца. Дубль 2 с перцем у Чернявского. Удивлена. Ребята, я смотрю, вы все режете, режете, ну, когда там уже суп будет? Суп? Еще много нарезки? Нет, совсем чуть осталось. Вот еще грибочки, и еще мне в чоппере надо будет с помидорками разобраться. Короче, это надолго. А у тебя, Юр Чернявский, что происходит сейчас? Продолжаю разделывать по волокнам, или на волокна, да, нашу курицу. А что я сделал? Натерли мы морковку, нарезали сладкий перец, разделили на соцветия брокколи, лучок. Ну, зелень нашинковали и нарезали мелко чесночок. Он разделывает курицу, а я раздеваю помидоры. Если да, если рассказать быстро в двух словах, что еще до этого было сделано, я лук нарезал кубиками, спасибо, Юра, нарезал перец мне, морковочка, ну, есть у нас фасоль, горошек. Сейчас вот почти у нас предфинальный этап. Юра, обязательно снимать шкурку с томатов? Думаю, да, все-таки неприятно, когда она будет попадаться где-то. Ну, и это обязательно условие, написано во всяком случае, поэтому делаю все по инструкции. Слушайте, опять картина маслом, Юра, и техника. Наташа мне сказала, что мне нужно... сейчас... пюрировать. Новое слово в моем лексике. Отпюрируй. Отпюрируй, да. Сейчас так и будет. Повтори, отпюрируй. Несколько раз, Юр, четко. Пюрирую. Отпюрирую. Молодец. Даже я бы говорить не могу. Пюрирую помидоры, томаты, они же. Ну, вот, собственно, не слушая этого молодого человека, я начинаю пюрировать. Ребята, да вы у нас крутые перцы. А сейчас осталось самое простое, сварить это все дело. Что, добрались мы до нашей шахматной доски. Юра играет сегодня черными, я белые, а белые начинают выигрывать. Выигрывают. Мой первый ход Е2-Е4. Ты, наверное, отзеркалишь. Ты умеешь, кстати, играть в шахматы? Ну, не имею понятия, да. Так, значит, засыпаем наши ингредиенты по очереди. В кастрюлю налили масло. Теперь обжариваем лук, чеснок, бекон и морковь. Пять минут. Моя ответочка. Делаю такие же ходы, фактически. Морковочку. Сладкий перец. Так, следующий ход. Добавляем перец, грибы и щепотку тимьяна. И еще 5 минут готовим. И тимьян. Тимьян, конечно, желательно свежий, если у вас есть на грядке, но мы обойдемся сегодня гербарием. Немножко, щепотку по вкусу. Ты так и будешь кофе пить, стоять? Или тебе раздумья нужны на второй ход? А, знаешь, тише едешь, дальше будешь. У нас вообще-то блиц-турнир сейчас. Время идет. Сейчас моя очередь. Я просто дал тебе немножко времени. Ну, а я добавляю свою белую фасоль. И следом за ней отправляю булгур. Опа. Ну, и выливаем куриный бульон. И я вливаю свой бульончик горячий обязательно. Добавляем к нашим продуктам и тот самый пюрированный томат. Это вот так вливаешь, что у меня тоже будет томатный суп. Варись котелок. Напоминаю, бульон у меня мясной. О, кстати, сегодня суп будем подавать с гренками. Мой суп на среднем огне варится 20 минут. Потом мы уже добавляем оставшиеся ингредиенты. То есть фасоль, зеленый горошек, ну и зеленушка. Для того, чтобы брокколи была красивой, я отвариваю ее отдельно и добавлю уже в конце. Ну что, добавляем в воду соль. И варим брокколи 3 минуты, после чего охлаждаем в холодной воде. Ну, а в целом мой суп тоже готовится где-то примерно 15-20 минут. После того, как добавить в него все ингредиенты. Ну что, приступаем к самому ответственному моменту. Добавляем лавровый лист. Так, я парочку добавлю. Листиках небольших. Перчика. Нашу кукурузу аккуратненько, чтобы не обжечь руки. Куриное мясо. Ну и я заключительный этап. Добавляю горошек. Фасоль. И зеленушку. Соль, перец по вкусу. Сегодня у нас Юра Заяц готовил суп с красной фасолью и беконом. Ну, а Юра Чернявский готовил суп с белой фасолью и курочкой. Копченой курочкой. Что немаловажно. Ну что ж, момент истины. Давайте сделаем так. Камень, ножницы, бумага. И я пробую. Все вдвоем? Нет, вдвоем. Раз, два, три. Кто выиграл? Давай-ка пробуем твой супчик. Ну что, на вид вот мне лично все нравится. Мне тоже. Вот прям красиво. Прям все вот по густоте. Да он просто шикарен и великолепен. Булгур здесь совершенно к месту. Очень вкусно. И я считаю, что это очень сытно. И мало того, что вкусно, сытно. Булгур на любителя. А вот это нормальные продукты. Шампиньоны тоже на любителя. Не факт. Ну что, пробуем. Красное. Тоже смотри, какое все наваристое. Наваристое, как соляночка. Да. Кстати, да, очень похоже. Визуально, да, соглашусь. Слушай, вот все-таки, мне кажется, надо немножечко... Вот так себе, да. Нет, нет. Сахарку добавить, потому что томат дает все-таки вот это, да. Ну, я думаю, в жире могут быть другие вкусовые предпочтения. И, может быть, им эта кислинка как раз будет. Наоборот, понравится. Ну что ж, а это мы с вами посмотрим дальше. Ого-хо-хо-хо-хо! Да! Ммм! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Судя по всему, это что-то очень витаминизированное. Юра вообще человек неприхотливый в еде. Он ест все. Ну, вообще, за мужское жюри туда можно и перца, и соли. Он знал бы, да, я бы еще от души не тучил. И все будет хорошо. Это фасолевый суп с копченой курицей. Да ладно! Вроде ему нравится, я не могу раскусить этого человека. Не, ну, действительно, необычно. Фасоль, знаешь, не во всех супах присутствует. А мясо все-таки, да, оно везде. Суп с кукурузой и брокколи. А также с фасолью. И немножко, очень-очень немножко вареной обычной курицы. Я думаю, пацанам не зашли они. А ОБЖ? Ну да, то есть действительно опасно есть такое блюдо. Мне кажется, что это готовил Чернявский. Мне почему-то так кажется. Заяц, наверное, все-таки добавил бы сюда чего-то остренького. Понижай, давай, занижай ему оценки теперь. На самом деле здесь чувствуется небольшое количество чеснока, как по мне. Очень-очень тонкая нотка. Так тонко может сделать только Юрий Заяц. Мне нравится, что он только я мог вот так тонко сделать. Ну, слушай, я хвалю теперь тебя. Что и у тебя получилось? Мне кажется, он просто сказал и не подумал. За вкус 10 баллов ставлю. Все очень непереперченное, непересоленное. Вкус очень насыщенный, богат. Ставлю 10. Подача 4 из 5. Почему? Я не знаю, мне не хватило какой-то красоты при подаче. Просто вот какой-то красоты. Но дополнительный балл я поставлю в любом случае. За то, что я никогда такого блюда не ел. Оно мне очень понравилось. Это было прекрасно. В моей личной шкале пищевых ценностей это смело потянуло на семерку. А вот подача тогда твердых 4 балла, потому что приятно, лаконично и даже где-то местами эстетично. Ну и дополнительный балл я, конечно же, ставлю по двум сразу причинам. Потому что, во-первых, я ни разу в жизни ничего такого не пробовал. А во-вторых, изначально только открыв крышечку, я понял, что это очень полезное блюдо. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! Как в ресторане. Ничего себе! Это уже интересней. Я очень удивлен. Я реально удивлен. Ага. Так, грибачки. Горошек. Ну что, я не понял. Зеленый горошек. Пожалуйста. Твой супчик выглядел дешевенько. Подожди, он еще его не пробовал. Так. Тут уже прямо надо пробовать. Эстетично. О-о-о! Боги! Давай ничего не будем говорить, просто кушать. Ты знаешь, искушение очень сильно. Я вот только не могу понять, как давно эти два наших кулинара вдруг так глубоко занырнули в правильное питание. Какое ПП? Ты вообще о чем? Там копченая курица. Копченый бекон. О каком? Я не знал, что для тебя понятие супов это что-то связано с полезным питанием. Да нет, это просто нормальная вкусная еда. Моя еда вкусная. А его так себе. Я не знаю, кто это мог бы приготовить. Ну, оно настолько прекрасно, что и тот Юра, и этот могли оба сделать. Я сегодня, честно, в шоке. Вообще, в принципе, для них это как для нас викторина. Все методом исключения. За вкус я ставлю точно такую же твердую семерку. Причем не думайте, что я что-то занизил. Повторяю, это только лишь потому, что во всей шкале моих кулинарных ценностей вот это занимает вторую половину, скажем так. А вот подача на этот раз была более интересная. Смело ставим пятерку. Ну и опять же, за то, что меня удивили сегодня так очень приятно, также один балл дополнительный. Надеюсь, что он пойдет на пользу нашим кулинарам и будет способствовать дальнейшему творческому росту. Ставлю 10 баллов. Вкус прекрасный. Подача. Твердая пятерка. Даже десятка. Но ставим пятерку, потому что нам, ну, не разрешают больше писать. Хотя, если что, ребят, зайдете ко мне, я вам там допишу где-нибудь. Дополнительный балл за то, что я настолько сегодня удивлен, что парни это могут делать. Вспечатлили. Вспечатлили. По одному баллу каждому. Инстаграм. Плюс один балл от зрителей Юрию Чернявскому. Итого 32 в пользу Юры Чернявского. Поздравляю! Это было кулинарное шоу «Дело вкуса». Шоу, где готовят мужчины. Увидимся через неделю. Пока! Суп с фасолью и курицей. Нарежьте лук и перец небольшими кубиками. Морковь натрите на средней терке. Разделите курицу на волокна. Разберите брокколи на соцветия. Мелко нарубите зелень и чеснок. В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло и жарьте лук, перец и морковь 5 минут. Добавьте к овощам фасоль и булгур. Влейте в кастрюлю горячий куриный бульон и варите 20 минут. В отдельной кастрюле вскипятите воду и варите брокколи 3 минуты. Затем поместите готовую капусту в холодную воду. В суп положите лавровый лист, соль, перец, кукурузу и куриное мясо. Готовьте 5 минут. Затем положите в блюдо брокколи, рубленную зелень и чеснок. Снимите суп с огня и дайте настояться 10-15 минут. Суп с фасолью и беконом. Бекон и морковь нарежьте тонкими полосками. Лук и перец нарежьте кубиками. Чеснок и зелень мелко нарубите ножом. Грибы нарежьте слайсами. Консервированные помидоры очистите от кожицы и пропустите через чоппер. В кастрюлю с толстым дном налейте масло и обжарьте лук, чеснок, бекон и морковь 5 минут. Следом добавьте перец, грибы и тимьян. Готовьте еще 5 минут. Влейте горячий мясной бульон, добавьте томаты вместе с соком и готовьте 20 минут на умеренном огне. Затем добавьте горошек и фасоль. Готовьте еще 5 минут. Добавьте рубленную зелень. Снимите суп с огня и дайте настояться 10-15 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»